От их действий зависят судьбы многих людей. Каждый день они спешат на вызовы и спасают десятки жизней. И первыми оказываются там, где случилась беда. Сегодня работники скорой помощи – врачи, фельдшеры, санитары и медвратия – отмечают свой профессиональный праздник. Я очень люблю свою работу. Больше всего нравится помогать людям. И видеть их отзыв, их взгляд положительный, их радость. На скорой помощи я работаю с 96-го года. Закончил Раменское медицинское училище. Какой самый сложный случай, можете вспомнить? Самый сложный случай, наверное, я работал не здесь, а в Москве. И мы попали на очень тяжелого ребенка, 6 месяцев. Там сливная полисегментарная пневмония. Ребенок был очень тяжелый. Пришлось проводить реанимационные мероприятия. И потом мы его доставили в Морозовскую больницу в отделение реанимации. Официально профессиональный праздник учредили только в 2020 году, в разгар пандемии. Тогда врачи столкнулись с колоссальной нагрузкой. В период первой и второй волны количество вызовов только в нашем округе доходило до 500 в сутки. И люди ехали, люди, в общем-то, рисковали. И, к сожалению, мы имеем потери. И вот я хочу поблагодарить коллектив, который, в общем-то, все это время выполнял эту непростую задачу. И сейчас продолжает работать. Количество бригад, которые выезжают на линию. Я все время очень внимательно, когда едешь по городу, смотрю, значит, с мигалочками едет скорая. Кому-то плохо. Кому-то спешат. Сегодня мы отвечаем три года, как этот праздник был официально утвержден. Замечательно, что вы утвердили, потому что скорая помощь приносит большой вклад в медицину и здоровье жителей не только Московской области, а вообще всей России. Раменская подстанция скорой медицинской помощи является лидером в рейтинге самых оперативных подстанций во всей Московской области. Ежедневно на линию выходят 29 бригад. Всего трудится 428 сотрудников. Виктория Самойлова, Игорь Чернышев и Андрей Минкин. Раменское телевидение.